Здравствуйте! В эфире новости на телеканале НТС в студии Айджан Казахбаева. С февраля по май в адрес секретариата Совета Безопасности поступило более 500 жалоб от граждан. 400 из них на контроле у президента и секретариата Совбеза. Все жалобы направлены в основном в адрес Генеральной прокуратуры, ГКНБ и ГСБ. Об этом сегодня сообщил секретарь Совета Безопасности Дамир Саганбаев. Также отметил он в рамках решения Совета Безопасности о борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах. С 1 июля начнется проверка декларации о доходах всех без исключения чиновников. Материалы по нарушениям будут переданы в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки. Как ожидается, результаты аудита будут озвучены уже в конце августа, а по некоторым из них не исключается возбуждение уголовных дел, отметил Саганбаев. Кроме того, секретарь Совбеза озвучил информацию о том, что при строительстве ипподрома в городе Чолпоната было допущено немало нарушений. Есть одно из распоряжений правительства Кыргызской республики, которое было издано 29 августа 2017 года. Распоряжением правительства за подписью, тогда был премьер-министр Сапар Исаков, было выделено суммой 867, насколько я помню, миллионов сомов. Поэтому это тоже информация сейчас будет полностью, не информация, я имею в виду, как эти средства туда попали и как они были израсходов, полностью будет проверяться. В четырех областях Кыргызстана сменились прокуроры. Главой надзорного органа Паожской области стал Букомбай Казаков. До этого он работал первым заместителем генерального прокурора. Прокуратуру Джаалабадской области возглавил Айбек Турганбаев, его предшественником был нынешний генпрокурор Откорбек Джамшитов. Ибакат Кетеренов занял должность прокурора на Рынской области. Это место было вакантно после назначения Нурлана Дарданова, первым заместителем генпрокурора. Мама Джакопов Анарбай, который занимал до этого пост прокурора города Талас, переведен в Баткинскую область. Также сегодня назначены прокуроры некоторых районов и главы управлений самой генеральной прокуратуры. На автодороге Бишкек-Нарын-Туругат в районе села Сары-Булак столкнулись две легковые автомашины Ауди и Хонда Фит. В результате ДТП трое граждан, двое мужчин и женщина погибли на месте. Шестеро с различными травмами в тяжелом состоянии, доставленные в Кочкорскую больницу. Прибывшие на место сотрудники службы спасения помогли вытащить тела погибших и пострадавших из машин. Состояние последних стабильное, сообщают спасатели. Причины ДТП выясняются. Три единицы оружия и боеприпаса изъяли у жителей Сыкульской области, пограничники пункта Каркера. Как сообщает погранслужба, задержание прошло в рамках международной террористической операции «Канал Кордон» по пресечению противозаконной деятельности на приграничной территории. Оружие было обнаружено в местности Чар-Кудук. Без разрешительных документов Высоколец хранил у себя в доме нарезное ружье «Сайга», ночной стрелковый прицел, два гладкоствольных ружья 16-го калибра, боеприпасы различных калибров в количестве 107 штук. После изъятой оружия боеприпасы были переданы сотрудникам Тюбского РОВД. Проверить аттракционы города Ож требуют активисты и правозащитники. С заявлением городского отделения госэкотехинспекции обратились представители общественного фонда «Улыбка». Главный вопрос – соответствуют ли карусели техническим нормам. Актуален он не только потому, что завтра День защиты детей и все выйдут праздновать, но и потому, что в прошлом году в парке имени Алишера-Наваи произошел несчастный случай. Обрушилась карусель, пострадали 8 человек, которые были доставлены в больницу. С тех пор изменений в парке проведено не было, утверждают в фонде. С учетом того, что парк «Ваше» пока единственный, второй парк имени Токтогула Сатылганова вот уже с осени прошлого года закрыт на реконструкцию. Проверку аттракционов нужно провести как можно быстрее, заключали активисты. Гульджана Томожбаева расскажет подробнее. Детский праздник уже завтра. А вопрос, куда отвезти детей в городе Ож, актуален в эти дни как никогда. В Южной столице всего два парка. Если первый Токтогула давно закрыт на реконструкцию, то второй парк имени Алишера-Наваи не внушает особого доверия. Приводить сюда детей родители все еще боятся. После несчастного случая, говорят они. В прошлом году в мае, напомним, именно здесь обрушилась карусель, 11 человек пострадали. Из-за полученных травм восьмерых пришлось везти в больницу. Причина аварии – усталость металла, заключили тогда специалисты. С тех пор изменений никаких, сетуют правозащитники. Аттракционы на безопасность не проверяли и неизвестно, в каком состоянии они находятся сейчас. В состоянии парк аттракционов, на мой взгляд, не отвечает нормам. Помимо этого, в парке отсутствуют условия для эстетического отдыха детей. Элементарно, после посещения аттракционов детям негде помыть руки. Состояние туалетов ужасное. В парке пыльно, трутары не поливают водой, скамеек недостаточно. И поэтому я, как мать, как правозащитник и просто как житель города, обратилась в эко-техинспекцию, чтобы специалисты проверили техническое состояние аттракционов и насколько соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Парк Алишера-Наваи в плановом порядке специалисты эко-техинспекции проверяли полгода назад. Тогда было выявлено немало нарушений. Достаточно было и замечаний. Мы провели расследование, по итогам которого выявили ряд нарушений. Например, большинство аттракционов не прошли своевременную техническую проверку. Операторы не были обучены, сертификатов у них не было. В связи с чем был наложен штраф на особо-алдарки-лечиги, который арендует парк. А также выписали штраф на администраторов. По 15 тысяч сомов каждому. После прошлогоднего инцидента парк мы периодически проверяем. И взяли под особый контроль. На сегодня в парке 25 аттракционов. Но большинство из них 2015 года выпуска. С учетом того, что срок эксплуатации, как отмечает специалист от 15 до 20 лет, прослужат они не один год. Кстати, ту самую злополучную карусель уже заменили. Обычно состояние наших аттракционов проверяет частная компания, которая имеет соответствующую лицензию. Насколько мы поняли, эта компания раньше относилась к делу поверхностно. С прошлого года мы начали требовать проводить тщательную проверку. Они провели технический надзор, сделали ряд замечаний, которые мы в свою очередь устранили. Сейчас мы на 100% можем поручиться за техническое состояние каруселей. И не только в детский день. Теперь каждый аттракцион будет под особым контролем, заверили нас в администрации. Ульджана Кушпаева, Рижан Коктасунов, НТС ОЖ.